Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Последи лавышку. Отвечает команда КВН «Бисквит». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Просто вискоса там в углу носит, он сам не пойдет. Такой, о, в хоккей? Нет. Ну, типа, додумать. Они что-то знают. Отвечает сборная нормальных людей. Как объяснить мужчине, что в этот день я не хочу в ресторан? Че ты врешь, у тебя нет мужчины. Вот, вот. Вот он, берзкий про Адару. Здесь же КВН, ее можно обманывать людей. Отвечает команда КВН «Гарот». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Да это вообще не проблема, меня вчера чайка унесла. Вот такая история. Отвечает команда КВН, мы не стесняемся. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Дорогой, я вчера так нажралась, сегодня перерыв. У-у-у! А потом... Это отвечает команда «Давай по новой». Так, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Скажите, что вам предложили два билета по пять тысяч, и вы не смогли отказаться. Если бы он на эти билеты мне еще вот так вот дал бы... Есть еще ответы? Ответов больше нету! Спасибо! Спасибо, Ксении Корневой, амплорисменты! Да, теперь, Егор, можно передать туда дальше. Потом... Сейчас девушки сначала зададут вопросы, а потом... Да это Серега Ганкин, ты чего? Подумал, что девчонки... Задает вопросы Ирина Дунчева, ваши аплорисменты! Мы, видимо, оказались большими любительницами хоккея. Вопрос про то, как мы будем поддерживать нашу хоккейную команду «Сибирь» как-то отвода. Видимо, здесь все самые большие фанаты собираются. Ну, тогда, обычный вопрос, как вы планируете встречать предстоящие огромные первомайские праздники? Нет? Вопрос про длительные первомайские праздники. Как вы их будете праздновать? С вами вы, короче, такая красивая. Он просто с педа, ему бы выехал. И на сцене еще, вот ты жопа. Отвечала команда «Квен Огород», сейчас отвечает команда «Квен Бисквит». Сдавайте, сдавайте. Как вы предполагаете праздновать большие термайские праздники? Ой, я так на китае все праздники везти, поэтому... Вот это аниматорство нынче! Отвечает команда «Квен», мы не стесняемся. Как будете праздновать первомайские праздники? Огромные праздники, огромный стул! Вот. Разминка показывает всю правду! Отвечает команда «Квен Дети Ректора». Планы на первомайские праздники? Надену на себя фуфайку и пойду на первомайку! Вот. Отвечает команда «Квен», давай по новой НГУ. Планы на первомайские праздники? Да обычно я в это время елку выбрасываю. Вот такой ответ отвечает команда «Моя любимая команда Квен». Ваши планы на первомайские праздники? Ну я из водника, не дай бог в море, а! Ну стопом, ну стопом прям. Отвечает команда «Квен», чай. Здравствуйте, можно полностью, извините. Нам предстоят большие первомайские праздники, и как вы планируете их отпраздновать? Планирую отмечать их крестиком. Ну, ну, отвечает команда «Квен», я отберилась! Ваши планы на первомайские праздники? Ну я девушка, мне как бы все равно, я просто буду сидеть и ждать подарка от парня. Хорошо. Отвечает сборная нормальных людей. Ваши планы на первомайские праздники? Я буду отвечать, праздновать и отвечать на первомайке. На этот ответ «Моя». Отвечает команда «Квен» по гладь «Котан». Как вы планируете отпраздновать длительные первомайские праздники? Мы с аграрного края, так что думаем, все праздники у нас пройдут на поле. Аплодисменты! Отвечает команда «Квен» Новосиб. Как вы планируете отпраздновать первомайские праздники? О-о-о-о-о, да как обычно, че-то! Аплодисменты! Зайдет, зайдет. Там по-другому надо было показать просто. Спасибо, друзья, Ирине Дончевой. Давайте поаплодируем ей. А теперь, собственно, вопросы от мужской части этого жюри. Егор Канцев! Выключили микрофон. Здрасте всем, друзья! Все, не буду орать. Микрофон меня не хочет понимать. Друзья, сегодня, вот прям правда, честно, с утра посмотрел на себя в зеркало, что-то не то, кто я старый стал. Вы стоите-таки молодые на сцене. Вопрос к вам простой. Как продлить молодость, собственно, да, вот так. Как продлить молодость? Ты прорал по моим эмоциям. Отвечает команда «Я убедилась». Как продлить молодость? Ну, добрать ее в вышку. Аплодисменты! Погладь квадрат! Как продлить молодость? Не знаю, пацану уже 60, выглядит на 30. Все, плюс ставьте! Плюс-мебус! Ага, про Путина всегда смешной. Отвечает команда «Квенди» и «Директора». Как продлить молодость? Молодость продлить легко! Меньше пей, Егор, пивко! Пивко! Как в воду, гляди! Конечно! Все, больше никто не хочет обучать после пивка. А все? А после пивка только спать, правильно? Да, хватит маленьких! Отвечает моя любимая команда «Квенди». Как продлить молодость? Ну, обычно про продление от других людей слышат. Он знает больше! Отвечает сборная нормальных людей. Никит, как продлить молодость? Вот так берешь и продлиешь. Молодость. Отвечает команда «Квенди» и «Огород». Пожалуйста, как продлить молодость? Непонятно. Это типа ты, понял? Это так смешно получается. Один спет, и другой снова Кузнецкая. Вот, началось. Несмешными ответами такой-то отыгрышей. Поцелуями, поцелуями. Итак, это бисквит, да? Насколько я понимаю. Как продлить молодость? Ну, короче, смотри, по моему методу, короче, шейпинг и девочки. Только без шейпинга. И без девочек. Автор. Автор. 17 тысяч команд «Квен». Отвечает команда «Квенди» и «Давай по новой». Пожалуйста, как продлить молодость? Умирай молодым. Борзон и мозг! Как-то грустно. Отвечает «Чай». Здравствуйте, можно полностью, пожалуйста. Сегодня утром посмотрел себя в зеркало. Думаю, что это старый стал вообще. Непорядок. Спрашиваю, как продлить молодость? Смотрите мультики по утрам. Что? Тыкма какой! Отвечает «Новый осип». Итак, как продлить молодость? Завязывай с Лигой Сибири. Иди в «Некст». Ты тоже, Вайк. Следующий вопрос. Видимо. Да, спасибо Егору Канцеву! О, сейчас я вам прошу, друзья, бурных аплодисментов, иначе он не будет задавать вопрос. Задает вопрос Енгений Сальцев! Автор команды КВН «Неплохая компания». Сыстры. Ну, как раз подъел под вопрос. На самом деле, я не только шоумен, не только трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. А что же еще? Всего автоспорта сия. Вот. Также у меня есть еще такое увлечение, как металлоконструкции. Иногда мне приходится бывать... Да. Иногда мне приходится бывать в цеху. И вот сварщики мне говорят. Долго нельзя смотреть на сварку, иначе появятся зайчики. Но так как я любопытный, вопрос в чем состоит? Куда мне теперь эту стаю девать? Время пошло. Куда мне девать стаю зайчиков? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. Ха! На тебе! Ой, не такие ломались. Отвечает команда КВН Новосиб. Куда мне теперь девать эту стаю? Не, Егор, не за это. Сибири не завязывай, не надо. Не-не-не-не. Отвечает команда КВН Бисквит. Итак, куда девать мне эту стаю? Навертили их вот так вот и в салат прям. О, как порезал, видели? Отвечает команда КВН Бога-Лать-Кота. Итак, куда девать мне эту стаю? Главное, чтобы к ним белочки не присоединились. Ответ от команды КВН Я увиделась. Итак, куда мне девать эту стаю? Ой, посмотрите, Евгений Зайцев задает вопрос про Зайцев. Ролик. Моя любимая команда КВН. Ну, давай водник не подведи. Я учился. Да, он Платона водник не подводит. И когда... Итак, куда мне девать всю эту стаю? Ну, отпусти. Бегите, зайчики, вы свободны. А можно полностью этот вопрос? Полностью? Да. Я не только шоумен. Шоумен. Трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь и также ведущий всех спортивных мероприятий города Новосибирска. Но у меня есть еще одно хобби. Это металлоконструкция. Устал? Сам хотел. И сварщики мне говорят, долго не смотри на сухарку, а то появятся зайчики. И куда мне девать теперь эту стаю? Зайчиков солнечных. Надо вам было все делать. Ту-ту-ту-ту-ту. Он этого ждал, понимаете? Отвечает команда КВН. Чай! И куда мне девать теперь всю эту стаю? Устраивайте зайчиковки! Наконец-то! Отвечает сборная нормальных людей. Куда девать мне всю эту стаю? На шубу. И куда девать теперь мне всю эту стаю? У тебя есть зайцев стая? Так отдай их дед Мазайю! Команда Огород. Итак, куда теперь девать мне всю эту стаю? На кудыкину горы, воровать помидоры. Отвечает команда «Давай по новой!» Можно полностью? Да нет. Да нет, пожалуйста. Давай со сварщиков начну. Давай полностью. Да давай всем же интересно, чем ты занимаешься в жизни. Я не только шоума. И трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь. А также судья всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска. Но также у меня есть металлоконструкция. И часто бываю в цеху. И там сварщики говорят, не надо смотреть на сварку. А то... А то зайчик не появится. Теперь, внимание, вопрос. Куда мне девать всю эту стаю? У тебя еще есть? Металлоконструкции? Спасибо Евгению Сайцеву, друзья! Он вот мой мангальный друг, друзья. Сердей автозагарович Кангер! Добрый вечер всем! Друзья, коротко и ясно. У меня небольшая проблема. У меня совсем скоро день рождения. Не знаю, где отметить. Подскажите, где и как весело можно отметить свой день рождения? Свой? В классе. Литературно. Своё день рождения. Вот, значит, образованные люди есть. Ответ от команды Кувенчай. Как весело отметить свой день рождения? Первая праздничная кампания. Праздники под ключ. Молодец! Молодец! Плюс! Кто телефон скажет, еще один плюс. Как, подскажи, весело отметить свой день рождения? У нас в Барнауле Аймакс 3Д открыли. Приезжай! Спасибо. Кувенчай был ответ от команды Кувенчай. По блэк-портам. Отвечает команда Кувенчай. Давай по новой. Как весело можно отметить свой день рождения? Ходи на завод металлоконструкции. Там прикольно. Вот так вот. Потом будем разгребать за ним. Ответ от команды Кувенчай. Я убедилась. Девочки, подскажите, как весело можно отметить свой день рождения? Может быть, это немного старомотно, но я предложу клуб сибирских комедий. Спасибо. На комедии, на комедии, на комедии. На комедии, на свою нюху приходи. Ответ от команды Кувенчай. Моя любимая команда Кувенчай. А скажи, где и так весело можно отметить свой день рождения? Сорок лет не отмечают. Ооо, Серега! Не думал, что ты под своей копчености седину скроешь? Нет! Кто это отвечал? Это моя любимая команда отвечал. Твоя любимая команда? Ответ от команды Кувенчай. Как и где весело можно отметить свой день рождения? Подскажите, как и где весело можно отметить свой день рождения? Ты не ухлупи, отметь неплохо. Позови Мак Солотоху. Ааа, братан! Как сказал мне друг один, я рисую, как кредит. Вот он. Ответ от команды Кувенчай. Ого, урон. Как и где весело можно отметить свой день рождения? В солярии! А, как и будет! Это естественный загар, правда! Да не надо нам ля-ля! Я могу показать места, где... Ну ладно. Потемнее где? Не потешу. Скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? Я же говорил, я бы урожали. Как на мамины именины мне стихи не заходит. Не важно, кто отвечал. Не принципиально. Ответ от команды Кувенчай. Мы не стесняемся. Где и как весело можно отметить свой день рождения? Ну соберитесь в компанию и половики зайчиков, я не знаю. Спасибо. Вот. Мне интересно, как в том году все. О! Сборный нормальных людей! Скажи, как и где можно отметить свой день рождения? Устрой дикий шабаш. Нет больше ответов. Спасибо, пожалуйста. А, Серега, где бы... С кем бы ты хотел отметить свой день рождения? С новой лотокой! С участниками открытой лиги КВН. Аплодисменты всем, друзья! Минуту, да? Еще вопросы? Нет. Две минуты, чтобы вы подумали. Пока члены жюри решают, кому сколько поставить. Кстати, максимум 6 баллов. Я хотел бы попросить у председателя счетной комиссии Данила Гуфова объявить результаты. Команда, мы не стесняемся. 5 баллов ровно. Твоя любимая команда. 3,4. Давай по новой. 3,6. Огород. 4,8. Бисквит. 4 балла ровно. Чай. 4,6. Дети ректора и погладь кота. 4 балла ровно. Сборная нормальных людей и новосиб. 4,8. Спасибо. Команды могут идти готовиться к конкурсу одной песни. Пожалуйста, уберите только микрофон и стойку. Ну что ж, мы пока увидим оценки за конкурс разминка. Я напоминаю, максимум 6 баллов. Итак, оценки в том порядке, в котором команда написана в ваших протоколах. Команда ГВН. Мы не стесняемся. 1,2,3,3,4,4. Оценки команды ГВН. Моя любимая команда. 3,4,4,4,4. Можно аплодировать. Оценки команды ГВН. Давай по новой. 3,4,4,4,4. Оценки команды ГВН. Огород. 4,4,4,4,4,5. О, пятерочки вылетели. Оценки команды ГВН. Бисквит. 3,4,3,4,4. Оценки команды ГВН. Чай. 4,4,4,4. 3,4,4. 4,4. Оценки команды ГВН. Кей-директора. Вот это да! 6,6,5,5,5. Аплодисменты. Ловите мой голос, пожалуйста. Оценки команды ГВН. Погладь пота. Все судьи 4 балла. Сплоченный коллектив. Оценки команды ГВН. Я обиделась. 4,5,4,5,5. Оценки команды ГВН. Спорная нормальных людей. 5,6,5,5,5. И оценки команды Набасип. 3,3,4,4. Ну что ж, 3,3,2,4. Аплодисменты командам, друзья!